здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я и как сегодня даже детскую шапочку двойную красивую которая в итоге потом будет составляющей комплекта со снудом с варежками так что вот такая у меня головушка модельная сейчас измерю чтобы вы ориентировочно понимали на какой размер вяжу я на 40 сантиметров что касается пряжи я использую чешскую детскую пряжу кто из европы девчонки или в другом любом другом месте мира могу послать по ссылке будет в описании вот кто из россии у вас большой выбор своей пряжи поэтому значит это тестированная детская пряжа стопроцентный акрил вот метраж 416 метров 100 граммах но я вижу два сложения вот такой вот кофточку вязала которую меня пришлось распустить здесь должен быть плачущий смайлик вот поэтому если брать 100 в одно сложение то это где-то в районе 200 метров 100 граммах пряжа такой плотности рассчитываем я просто показала этикетку и пряжу как она выглядела пока не вязала кофточку ну вот сейчас я вижу едем вот так бусины примерно 20 штук тоже зависит от обхвата головы плотности вязания вот около 20 штук теперь на спицы три с половиной миллиметра у меня спицы довольно тонкие большего как бы размера можно достичь легко взяв спицы 44 с половиной миллиметра вот значит для начала я набираю 64 петли смотрите внимательно потому что система будет тут очень интересно я буду показывать медленно значит 64 петли 64 петли так здесь я всегда делаю узелок значит далее распределяем петли таким вот образом вот мое распределение платочная вязка платочная вязка по одной петле изнаночной и по восемь петель косы значит здесь вот эти числа включая кромочную то есть всего 1 2 одна изнаночная которая будет отделять кусу от платочной вязки 8 петель косы 4 5 6 7 8 следующая изнаночная 1 которая разделяет 8 петель косы 2 3 4 5 6 7 8 и изнаночная последняя и далее 25 петель косы и далее 25 петель косы 1 2 3 4 5 6 22 22 23 24 лицевые и 1 изнаночная потому что мы считаем с кромочной вот эти вот часть далее изнаночный ряд 25 петель включая кровь в общем платочной вязки 24 петли если кромочную не считать так вот лицевыми петлями здесь то которая в лицевом ряду изнаночная здесь у нас тоже лицевая косы мы провязываем изнаночной петлей лицевая 8 по 5 8 изнаночной и оставшиеся 25 петель платочная вязка вернее 19 и 20 кромочная изнаночная следующий ряд мы вяжем все по узору делаем дырку для завязки значит пока я вяжу прямо вот до конца 2 косы я вижу вот здесь перед ними не теряем эти изнаночные девчонки однако 2 сейчас так после 2 косы делаем сразу после 2 косы делаем накид 2 петли вместе лицевой и до конца ряда это отверстие будет для наших завязок так в изнаночном ряду мы этот накид провязываем лицевой петлей так вот это будет наша петля лицевая изнаночная которая в лицевом ряду вот довязываем по узору ряд до конца и еще вяжу 4 ряда по узору далее вяжу 4 ряда по узору еще то есть здесь платочная вязка здесь это изнанка платочная коса коса платочная так вот смотрите я провязала 8 рядов всего вот уже вырисовались две полосочки накосы и теперь я вам покажу как делать переброс то есть восемь коса у нас из 8 петель поэтому мы справа налево перемещаем 4 петли вот они смотрите я одеваю конечно это можно сделать с дополнительно давайте с дополнительной спицей 1 2 3 4 оставляю перед работой провязываю 4 петли 1 2 3 4 и теперь провязываете петли со вспомогательной спицы 4 вот это одна изнаночная эту как косу мы не провязывать потому что мы будем делать такой немного скошено не в одном ряду немного смещенными эти косы то есть теперь я вяжу еще этот ряд до конца изнаночный потом еще один лицевой и еще один изнаночный то есть кроме вот этого ряда я еще вижу три ряда до следующей косы вот у нас эта дырочка там осталась так вот пролезала я еще эти ряды и вот смотрите перепроверить можно вот здесь вот здесь у нас если посчитать здесь у нас 12 рядов от начала вязания по изнаночным петлям легко посчитать значит что мы еще можем сейчас на данном этапе я вам сейчас проверю чтобы вы понимали сколько здесь у меня в таком спокойном состоянии это 30 сантиметров видите и теперь что мы можем сделать здесь перегибаем после первой после второй косы и вот от нее вот от глазика примерно у нас должно хватить до макушек на внутреннюю часть не смотрите она там потянется внутри мы смотрим именно именно вот эту наружную часть видите не натягивая натягиваться у нас будет не внутренняя часть а внешняя у нас будет свободная вот мы перепроверили да у нас все подходит по голове я имею ввиду вот у вас же будет ребенок у меня манекен вот теперь мы делаем второй переброс косы продолжаем вязание уже далее ровно 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 до тоже будем мерять от шейки к шейке чтобы у нас все четко было по размеру эту косу первую мы провязываем просто не ничего не делай а на 2 делаем этот переброс петель и так вот мы будем чередовать девчонки эти перебросы 4 оставляю на вспомогательной спицы провязывая 4 петли теперь следующие со вспомогательной спицы так и так далее теперь что мы делаем девчонки сейчас мы опять же вяжем по узору когда же делать видите они у нас вот такие вот смещены когда же делать следующий переброс значит всего переброса как бы каждый из них делается в десятом ряду как посчитать вот смотрите вот мы считаем берем воду где поворачиваем на изнанку сейчас уже бы сделали у вас будет и сейчас мы вяжем по узору до того момента когда вот смотрите дырочка и здесь я вот так вот считаю всегда 1 2 3 4 5 мне нужно 10 потому что ряд переброса мы будем считать как первым давайте так ряд переброса мы будем считать как первый и всего я нам нужно 10 рядов 1 2 3 4 5 видите еще пять мне нужно провязать до следующего переброса здесь же здесь у нас будет то есть каждую косу мы считаем отдельно и отдельно перебрасываем то есть каждая живет своей жизни вот смотрите вот так вот смотрите вот так вот будет выглядеть это полотно вот косички они уходят уходят вот так вот влево теперь что касается размера так теперь видите я здесь остановилась вот здесь я буду делать дырку но для начала я вот туда заехала для начала хочу вам показать вот перегибаем мой видите вот здесь после второй косы здесь у нас чуть поменьше кажется но на самом деле оно как раз потом все совпадает хорошо ну двойной шапочке и вот мы меряем нашу шапку да вот видите все она у нас села туда куда надо достаточно да если мы завяжем завязка будет на шейке еще здесь учитывайте здесь будет один сантиметр после косы точно так же как мы делали в начале я делаю накид и провязываю две вместе лицевой сейчас я вам скажу сколько я здесь провязала 35 сантиметров и еще будет один сантиметр то есть 36 вот сделала вторую дырку для завязки и еще вяжу изнаночный ряд и еще два ряда и потом все петли закрываем так следующий вот смотрите я закрыла провязала еще только сколько я только сколько я вам говорила вот так вот выглядит полотно видите косы немного вытягивает полотно а здесь там где платочная вязка оно получается таким более стянутым далее обычно игла с помощью и теперь я просто буду пришивать бусины смотрите в каждую косичку вот так вот здесь в конце не буду пришивать там будет завязка они будут мешать вот в центр каждой косички вот так вот я просто пришью по бусинке девчонки нашила я все бусины так теперь сборка девчонки смотрим внимательно вот здесь вот у нас узкая часть здесь у нас длинная часть которая здесь из 20 петель здесь из 25 5 вот это значит лицевая внешняя сторона там где маленькая внутренняя сторона с маленькой стороны вот складываем пополам и сшиваем до половины с маленькой стороны то есть с внутренней но оно сейчас непонятно будет понятно потом вот можно сшивать крючком как вам удобно так достаточно вот отверстия нам нужно чтобы мы смогли через него вывернуть вот здесь вот нитку эту я не обрезаю я ее оставляю она мы дошьем вот этот кусочек ей теперь внешняя сторона там где 25 у нас петель ее мы сшиваем полностью до конца нет девчонки я прошу прощения вот наоборот видите я когда начала складывать так вот эту часть мы оставляем не дошитой а эту дошиваем до конца пожалуйста простите меня я когда сложила кучу я поняла у нас же внешняя та которая короче правильно это вы еще не знаете я запуталась а вы тем более запутаетесь осторожно так и так здесь с короткой стороны там где у нас 20 петель сшиваем до конца потому что короткая сторона это у нас лицевая сторона вот а там где 25 петель там будет до половины сшито так все вот наоборот теперь следующий шаг вот коротенькая до конца длинная вот это вот я и не веду длина 20 половин теперь складываем таким вот конвертиком вот и теперь что мне нужно теперь мне нужно вот это видите вот она длинная сложить вот таким вот образом То есть перегиб сделать там где вот это вот петля и сшить но сшибаем так чтобы вот эта часть у нас совпала соответственно верхами верхняя деталь будет немного вот такая вот присборенная и сейчас сопоставляю я делаю так вы можете даже наметать чтобы вам было проще и я сшиваю захватывать пытаюсь совсем по чуть-чуть вообще в идеале наверное проще взять швейные нити в том чтобы совсем тут минимализировать уплотнения в этом месте вот теперь я сошью так вот сюда до середины совместив этот шов и здесь вот тоже видите тоже вот так вот отсюда вот это все остальное сюда вот так вот разместив при посаде так вот на этом этапе у нас вот смотрите что у нас получается да вот это деталь верхняя она чуть присборена так должно быть вот на начало и конец именно на вот этой вот лицевой петле на лицевой стороне она изнаночная здесь у нас сейчас я покажу прям в уголочке находится эта дырочка наша здесь и здесь видим да теперь мы вот читаем вот такой вот конверт у нас надо нам через вот эту дырку мы его выворачиваем на лицевую сторону уголочки выравниваем а это у нас пимпочка верхняя вот эти я имею ввиду уголочки теперь что нам нужно сделать вот вот она вот она пока теперь нам нужно прошить вот сделать здесь такой вот туннель да чтобы продеть потом эту как ее веревочку завязочку вот для этого я кстати сделать опять же можете шить швейными нитками чтобы было не так заметно а я сделала побольше узел и продену чтобы узел у меня было изнаночной стороне через дырку продеваем ну вот видите узел у меня не зацепился так еще раз вторая попытка так есть теперь вот так вот вот смотрите сейчас у меня этот узел про 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 все больше у меня не проскочит смотрим чтобы дырочка где наша дырочка ты где вот она видите смотрим чтобы наша дырочка у нас осталось бы в это в этом месте вот именно здесь то есть что чтобы шов был выше чем вот эта дырка вот у меня где-то это будет два сантиметра и и вот таким вот образом туда-сюда я здесь буду прошивать по всей длине шапки вот отсюда и до конца и вот такой вот шов опять же сопоставляем все здесь у меня маленько присборено низ более натянут так вот я прошила вот видите как она практически не видно ну вот она прошита внутри у нас пространство для завязки вот значит завязку мы вяжем забыла сказать девчонки было у меня уже видео на канале как связать шнурок вот по этому методу две носочные спицы нужны значит две носочные спицы набирают четыре петли можно из пяти петель можно из пяти петель я буду из четырех четыре может из пяти давайте из пяти пять здесь делаю узелок и мы вяжем как бы в круговую ну вот таким вот образом вяжем и первую петлю здесь нет кромочных вяжем все пять петель провязали до конца ряда передвинули работу думаю вы этот способ узнаете ну показываю на всякий случай и начинаю вязать снова от начала ряда довязала до конца передвинула так все время она у нас потом соединиться в такую шнурок это вязание так вот мы перетягиваем вяжем до конца ряда смотрите здесь вот эти перемычки они потом рассосутся и образуется шнурок вот таким вот образом они там остаются сзади но потом оно так как петель мало оно потом разойдется и шнурок будет цельным вот таким вот образом вяжем столько сколько нам нужно в длину но учитывайте то вернее как учитывайте это я учитываю то что я хочу еще разутюжить это не обязательно смотрите я вот так вот как я меряю да потому что из расчета что еще оно удлинится после разутюжки вообще в целом скажу сколько сантиметров у меня сейчас и как оно изменится после разутюживания значит сейчас у меня 55 сантиметров вот сейчас я все петли закрою и разутюжу эту завязку вот эти концы я продену вовнутрь с обеих сторон с этой стороны тоже и разутюжим так вот я проутюжила и сейчас я вам измерю сколько у меня сколько было 55 на сколько оно раз смотрите 80 на 25 сантиметров вы вытянулась так что учитывайте для того чтобы продеть шнурок к большому моему сожалению у меня девчонки нет ни одного ни одной булавки да которая шпильки да которую я могу продеть я буду продевать вот таким вот образом смотрите что я делаю беру дополнительную нить продеваю ее в иглу видите это пластмассовая игла сейчас я продену для начала эту нить при помощи этой иглы протяну туда нить а у нас здесь дырочка и с другой стороны у нас тоже дырочка так здесь мы продеваем а тут вставляем в эту петлю наш шнурок и вот таким вот образом протягиваем его так все протянули завязку что нам осталось сделать у нас по сути уже все готово кроме помпона что я здесь делаю здесь я зашью вот эту вот дырку через которую мы с вами пробирались вот эту вот дырку я зашиваю узел желательно спрятать на изнаночную сторону но здесь по сути этот зашоп у нас в виде не будет поэтому так вот еще что я сделаю я вот эти пимпочки совмещу да эту пимпочку и вот эту пимпочку просто чтобы они у нас там не двигались одним стежком сейчас оно у нас закрепиться еще помпоном который украсить вы можете тоже не обязательно одним помпоном как у меня нужно сделать два с завязками вот я же его сделала при помощи вот этих вот штук с алиэкспресса вот он здесь у меня две завязки которые я продену при помощи крючка на изнаночную сторону вот наша пимпочка и здесь одну продену здесь и одну здесь чтобы хорошенько стянуть на изнанке и чтобы он у нас держался значит продеваю одну и продеваю вторую так готово здесь завязываем крепенько наша мягкая теплая красивая шапочка готова все девчоночки сейчас я одену покажу вам вот ждем еще с ногик будет комплект и варежки и возможно носочки хотя по поводу носочков сомневаюсь но снут и варежки будут точно вот видите у нас получается что коса немного уходит на изнанку и получается как бы такое красивое оформление такое красивое такая шапулька у нас получилась тут просто оно выглядит странно потому что плоская голова таких плоских не бывает в жизни поэтому у меня выглядит так вы видели там дырка да там отливали наверное эту голову вот значит такая вот шапочка у нас сегодня так а на сегодня девчонки все вот такая вот у нас сегодня шапочка я с вами прощаюсь с вами была дикая школа рукоделия всем пока пока